Мне Саня говорит, я тут прибрался в машине немного, все готово к съемкам. Саня, прости, но... Сколько девочек вы склеили за рулем этой машины? Напишите, насколько получается это успешно, при условии, что у вас сзади два детских сиденья еще. Просто огромный французский лакшери седан, великолепно. О, Газпол, давай, давай, он вообще с нами не хочет гоняться, у меня тут просто паника, я еле-еле его надрал. А, так он никуда и не ехал, мне кажется, он повернуть собирался. Здарова, с вами канал DroneDrive. Опасная ситуация в мире творится, коронавирус гуляет, страшно вообще куда-то выходить, поэтому мы нашли такое безлюдное место и, конечно же, я в маске. Да, правда, конечно, в продолжение обзора сниму, потому что мы с Максом вдвоем, можно собираться подвое, но ни в коем случае не больше. Вроде как мы, наверное, не болеем и ничем не заражены. Посмотрим, покажет время. А пока это время идет, у нас на обзоре сегодня Renault Megane второго поколения, это уже рестайлинговая версия 2008 года. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДimaTorzok ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 Дいうящий шаг ДамаTorzok ДimaTorzok так вот берешь так вот и все готова как бы шикарно просто шикарно подстаканничек есть все есть что у нас тут еще короче так берц все для выживальщика просто как бы семью забрал кстати саня это отец троих детей владелец этой машины здесь просто все для всех есть очень удобно очень шикарно и что мы тут видим целая бутылочка пивасика ну вообще все готово просто самоизоляции готов и естественно как бы поджопничек берем мало ли что как бы опа опа и пошел все багажник прикинь саня говорит я тут прибрался в машине немного все готово к съемкам это очень круто ты готов просто для всего выживать где угодно и что угодно тебе в принципе домой можно не заезжать как бы объявили карантин то сразу за город и все как бы еще до перекрытия трасс дорог там и вот эта обшивка конечно машина повидала очень много разных вещей но машина всегда готова и она не подводит о надежности сейчас поговорим у французов вот есть такие мелочи опять странно о которых мы говорили уже на peugeot max на 408 вот теперь рено megan вот как это так открывается ты должен за нее скользкую здесь нет даже ребрышек жесткости каких-то противоскользящих чтобы за них удобно зацепиться ты вот эту штуку отгибаешь и открываешь капот кого-то кстати тяжелый и очень плотный в отличие от камри очень хорошо потому что у камри он просто весь к бы мялся гнулся здесь он даже его даже не погнуть ничего си по двигателям по надежности а действительно у нас эту машину очень любят это один из самых популярных и получился выигрышных французов потому что с надежностью все в порядке но при условии что за машиной будут хорошо следить заливать хороший качественный бензин 95 лучше и на хороших проверенных заправках и использовать качественное масло и почаще тогда проблем в принципе с машины не будет подвеска ходит порядка 60 80 километров то есть достаточно дойдет и дисны слабые места это рулевые наконечники и стойки стабилизаторов они служат примерно 20000 вот саня в принципе здесь долго уже едет на этой подвеске особо как бы ничего не менял и ничего не гремит двигатели двигатели значит были у нас 14 16 2 литра они вышли соответственно с коробками 14 только с механикой шел 16 5 ступенчатой механикой автоматом а двухлитровый на 135 лошадиных сил шел 6 ступенчатой ручной коробкой и таким же 4 ступенчатым автоматом автоматы не славятся своей надежностью потому что они могут перегреваться в пробках но чтобы этого не допускать опять мы возвращаемся к обслуживанию надо чаще соответственно менять масло в коробке ходит производителем как это и везде написано что масло залито на весь срок службы на самом деле это не так меняйте каждые 40 тысяч масла в трансмиссии автоматической здесь каждые 60 70 тысяч в ручной коробке меняйте масло тогда проблем в принципе знать как бы не будете кстати недавно владелец поменял сцепление сцепление стоило 5000 рублей и это кстати было оригинальное сцепление по двигателям а у нас больше всего распространен именно двигатель 16 14 у нас не так уж и много как бы его действительно катастрофически не хватает для машины которая весит тонну 300 с чем-то вот а вот 16 более менее и и на самом деле тянет 2 литра будет вообще хорошо я просто хотел проверить масло и понял что щуп то оказывается находится вот тут как вытащить то он так далеко глубоко и крепко там сидит может быть его вообще кстати никогда не вытаскивали но хотя саня следит за машиной нормально все во время семенеть о пошел давай давай о есть вот так вот выглядит шуб ничего себе оно просто черное на щупе вот здесь грязь на щупе такая лютая она аж до сюда песок это эта грязь доходит и все это потом туда попадает ну как бы не самое лучше инженерное конечно решение но ладно главное что он есть хотя бы уже хорошо просто на некоторых машинах его вообще нет ну и вот собственно как бы результат то есть руки всегда будут абсолютно грязные еще хотел бы сказать тоже про такой нюанс сливные каналы они здесь где-то есть но их даже не видно то есть вот вниз они у себя смотрю там четко видно понимаешь куда вода уходит и вот эти сливные каналы они часто забиваются и бывает такое что в лучшем случае у вас будет как бы лужа под ногами то есть такое ощущение что вы как бы просто описались просто под ногами лужи да вот французы банджур они такие вещи любят преподносить также странно да как и с масляным щупом также и лужи под ногами потому что если ты не прочистил здесь каналы наказание тебе такое а еще второй вид наказания если ты не прочистил эти сливные каналы это могут заглючить дворники могут не так работать или вообще просто не работать поэтому следите за чистотой сливных каналов меняйте здесь почаще масло и в коробке и в двигателе и тогда все будет хорошо есть еще дизельные машины значит сейчас примерно продается там у нас по питеру 120 таких машин 20 из них дизельных дизельные у нас официально не продавались они привозили сюда из европы с ними надо быть аккуратнее главная их проблема это тнвд конечно же как и у всех дизельных как у большинства точнее дизельных машин вот штука достаточно дорогостоящая поэтому если там все также грамотно вовремя обслуживать если вам попадется такой бушный автомобиль за которым хорошо следили то с этим дизелем тоже все будет огонь а самое главное там расход в городе всего лишь там порядка 6 литров и это очень круто мы когда готовились к этой съемке я говорил вот хоть бы у сани перегорела фары как это обычно бывает и она перегорела и она как раз к нашим съемкам перегорела кстати поменял он ее всего лишь три недели назад но фишка опять же вот французские автомобили в том что здесь все сделано так что хрен ты и так просто поменяешь причем вот это вот можно без особых проблем поменять откручиваешь там крышку все залез фару лампочку поменял все хорошо а здесь то нет здесь у нас и аккумулятор и воздушок стоит то есть ты должен снять воздушный фильтр и сани вот так вот часто прикалывается то есть у него два часа свободно есть пойду к поменяю лампочку и начинается все вот это вытаскивается все это разбирается и только потом меняется вот это вот не горящая лампочка в принципе у большинства французских автомобилей есть такие вот шуточки с электроникой и помимо лампочки здесь конечно же также как и на всех этих машинах есть еще одна особенность очень часто ломается кондиционер иногда настолько часто что его просто уже и не делают в принципе он здесь тоже не работает вот так вот выглядит ключ от этого роскошного лимузина двухтысячных годов вы представляете если вы приходите в офис такой как бы крутой зарабатываете 25 тысяч в 2006 году и такой я купил себе новую тачку это же просто лухури настоящий это вообще великолепно и но он как и в принципе вся французская электроника работает примерно так же то есть он хочет закрывает хочет не закрывает сейчас ничего не произошло я нажал уже два раза еще когда опущены полностью окна по идее нажимаешь два раза на эту кнопку и не должны подниматься но они не поднимаются просто это все как бы подглючивает ладно самое главное что он обеспечивает нам доступ в этот шикарный французский банджурский лимузин вот и здесь все когда-то было очень хорошо было очень прикольно мне очень нравится широченный подлокотник куда можно много чего положить то есть отличный вещевой отсек здесь здесь вещевой отсек можно даже небольшую бутылку поставить ручка вся вообще ободралась вся но какие крутые управление зеркалами а регулятор по тем временам это очень здорово 4 стеклоподъемника все как бы очень круто садимся посадка удобная классная есть боковая поддержка правда она вся он ободралась но ничего как бы времени что не щадит место над головой достаточно мой рост метр девяносто три сижу очень удобно эта карточка не совсем полноценный бесключевой доступ в любом случае здесь есть кнопочки благодаря которым мы попадаем салон и мы должны ее вставить в такой картридер и после этого нажать соответственно кнопочку старт-стоп для 2005 года в сегменте c это просто неимоверная роскошь французы они как любят делать какие-то нестандартные решения под капотом так и не любят делать такие нестандартные решения и в салоне всякие прикольные такие штуки которые не свойственные автомобилю их класса вот как например кнопка старт-стоп в двухтысячных годах руль конечно не мультифункциональный здесь только у нас бибикалка есть здесь как и на всех французах обязательно вынесен такой джойстик кнопочка управления музыкой в принципе когда привыкаешь вроде бы более менее удобно я не знаю что здесь произошло вот то ли это что-то тут обгорело то ли это так загадилось то ли это так пластик облезает со временем ну короче выглядит это очень люто можно это вот так пошкрябать и это начинает оттираться постепенно и становиться серым не знаю больше похоже скорее всего наверное на грязь вот кондиционер как я сказал не работает даже проверять это бесполезно ключ здесь горит ключ отправь меня в сервис говорит хозяин пожалуйста но хозяину абсолютно наплевать потому что он вот с этим горящим чек-энженом ездит уже четыре года и в принципе все нормально у машины уже почти 230 тысяч пробега ничего страшного пока что за это время не случилось саня делает чисто как бы какие-то расходники дальше по салону сидим удобно конечно для того времени все было достаточно современно круто большой широкий удобный подлокотник хорошая обзорность но очень маленькие зеркала в которые практически ни черта не видно хочется взять украсть у какой пазика зеркало и сюда вот так вот его поставишь его было соответственно видно хоть что то что происходит сзади так все у нас пятиступенчатая механика и опять французский прикол это рычаг от самолета то есть смотрите у нас стоит турбина ты вот так вот я тянешь и соответственно как бы ускоряешься на самом деле инженерами это запланировано как ручник он часто кстати на этих машинах ломается и вот его недавно чинили но он вот до конца зафиксироваться он не может ведь он оп туда если вот так вот потянуть и резко опустить ну короче он как-то работает но не так как надо то есть на самом деле надежности я в нем не питаю когда ты поставился на него он может спокойно как бы упасть обратно подлокотник достаточно большой салфетки господи человек все все подготовился к коронавирусу запас туалетной бумаги даже в машине как бы помимо влажных салфеток есть еще и туалетная бумага ну просто шикарно по салону спереди мы все выяснили тут все понятно перемещаемся назад там настоящий лакшери откроем дверь и попадем мир французского банджура лакшери вот так вот это вся роскошь выглядит огромный дверной проем как в с-классе детские кресла понятно их тут вообще должно быть по моему еще больше так я сажусь назад я просто а я не могу поместиться потому что я сижу за максом макс естественно полностью отодвинул сиденья я просто вообще ну никак не сюда не залезть вот но сейчас я попробую сейчас подождите я туда должен поместиться опа 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 вот теперь лучше но если бы не детское кресло я бы сюда полностью влез бы место для ног очень много если полностью отодвинуть сиденья то есть вот прямо вытягиваешься очень круто есть большой карман для мелочи но больше всего меня опять радует вы посмотрите что здесь это настоящие шторки от лакшери сегмента и это в автомобиле c-класса французского производства это же вообще великолепно то есть ты просто как настоящий босс шторочку оп если бы она еще была на электроприводе я бы вообще офигел так вот мы закрываемся все ты спрятана в глаз этого несчастного как бы мира где-то вокруг царит коронавирус кризиса у тебя тут все реально хорошо если бы конечно не натяжители ремней то что они просто не работают как бы не здесь не там а задней ну задней еще кое-как работает такой вот французский бонжур лакшери ну а теперь посмотрим как это французская булочная ведет себя на дороге уже чувствуется что круассан может ехать поехали комон сова сова бьян пассижур мистер круассан за рулем этой французской булочной мистер оливье за камерой сразу же хотелось бы сказать что здесь отвратительно подобраны передаточные числа в коробке первая передача очень короткая вторая третья четвертая вообще не понятно как они там работают но самое интересное начинается на 5 передачи потому что когда мы едем 120 у нас примерно уже 3000 оборотов а уже на 130 у нас почти 4000 оборотов машина хавает дофигище да это конечно все неприятно как она рулится так опять она никак не рулится она никак не едет на самом деле даже с ручной коробкой то есть я не представляю что там вообще на четырехступенчатом автомате у нее так динамика как у какого-то грузового поезда вообще как у тепловоза она еле-еле как бы разгоняет сам по паспорту 11 секунд у нее подвеска достаточно энергоемкая выдерживает большие серьезные удары ямы приятно проходят всякие разные неровности рельса волны на дороге то есть действительно подвеска комфортная при рулежке машина ну просто как бы на самом деле никакая рулежки у нее никакой нету французская мощность третье уже третье мы едем 40 километров в час у меня уже третья передача четвертая мы едем так же как на третье что это за передаточные числа поворачиваем вторая поворот газ пол давай давай тепловоз ох 50 и красный свет тормозим тормоза хорошие как и у большинства французов уверенные хорошие тормоза я не знаю когда их вообще здесь последний раз меняли но работают они эффективно действительно как бы опа на бэх очка девочка за рулем сейчас мы на нашем французском банджуре погоняемся с ней так первая передача готова колин макрей в действии ждем желтый сигнал светофора желтый зеленый я не думаю что она сейчас нами гоняется слил первую передачу 70 может быть конечно здесь выбрать как соперника для гонных велосипедистов но это мне кажется команда олежки тинькова из тур де франц сделает нас зеленый боли ну это пежо 408 нас сделал макс как у тебя мы обогнали велосипедиста давай давай да нам его не догнать а у нас свет фарки включил фары включили вроде еще медленнее стало черт нас надрали все нас надрали все двухлитровая дизельная бэха нас надрала нас надрала еще одна французская блин булка вторая вторая слишком низкая третья третье вообще ни к селу ни городу непонятно абсолютно как бы самая непонятная коробка на которой я только водил ну ручка мне нравится на ручке намного веселее намного приятнее ездить сильно чувствуешь машину и даже если у нее такая безобразная динамика как у рено меган второго поколения то ручка это дело хоть как-то скрашивает потому что ты можешь почувствовать себя настоящим гонщиком а если еще и на грунтовке ну так вообще как бы да но таких запредельных скоростях как 40 километров 50 все это выглядит очень эффектно так давай а еще один француз а газ в пол давай давай он вообще с нами не хочет гоняться у меня тут просто паника я еле-еле его надрал ху-ху-ху-ху а так он никуда и не ехал мне кажется повернуть собирался вот четвертая более-менее здесь куда-то как-то она нужна на четвертая можно передвигаться в принципе четвертая здесь можно заменить все остальные передачи можно не трогаться с нее и вместо пятой ее включать вот четвертая здесь одна единственная рабочая передача все остальное это просто полный тухляк так ну что вторую попробуем за нами гонится mazda 3 ооо блин да он нас делает как стоячих просто я не могу все я выжил из этой машины все что можно было он от нас уходит просто как от стоячих вообще хотя мы сходу а он с места ну чувак на ней спокойненько так протопил как бы бодро и обошел нас как стоячих это это просто ужас как бы это ужас это еще 1.6 представьте что будет с мотором 1.4 98 лошадиных сил это же как бы я не знаю трамвай тебя даже сделает то есть 1.4 это катастрофически нет 1.6 в городе хоть и то его не хватает вот два литра это самое то что как бы более-менее сюда подходит здесь надо есть спокойно все никуда вообще ни о чем не думать что кто-то есть еще на дороге спокойненько расслабляешься ведешь своих детей и все больше ничего в принципе как бы сами на этой машине так и ездит хоть это его и первая машина но не единственная поэтому как бы особых претензий к ней никаких нету она свою функцию полностью выполняет ну вот этот круассан побывал у нас на тест-драйве сегодня они стоят на всех площадках примерно от ста семидесяти тысяч до четырех ста пятидесяти за двести-триста это абсолютно адекватный автомобиль если найти его в нормальном ухоженном состоянии будет служить вам верой и правдой главное не забывайте менять вовремя все масла то да не будет никаких проблем с фазовращателем который достаточно дорогой но один раз его сделаете потом масло научитесь вовремя менять и все точно будет в порядке сегодня самый подходящий момент для того чтобы как раз таки купить машину потому что в ситуации в мире и в экономике в целом нашей стране да если вам нужна ваша машина первая вторая там или неважно какая то сегодня именно как раз тот момент когда и машины и надо покупать и эта машина не принесет вам никаких бед такой вот у нас был бонжур такой был обзор саня спасибо тебе огромное что дал нам ее хоть мы тебя и негодяя так долго упрашивали не продавая ни в коем случае езди наслаждайся она будет возить тебя верой и правдой ребят спасибо вам огромное что вы смотрите что вы ставите лайки что вы подписываетесь нажимаете этот долбанный колокольчик скоро будут новые выпуски всем огромное спасибо до новых встреч пока 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 пока